здравствуйте дорогие друзья вот сегодня все так это произошло едем мы на рыбалочку две недели до этого мы никуда не ездили были не выездные и связи с тем что стояли морозы за 30 градусов но сейчас потеплело градусов наверно минус 18 стал и решили мы поехать на кол озеро больше у нас пока некуда ехать половить на лима по идее нерест у него должен был закончиться выехали мы сегодня утром рано время сейчас около десяти часов утра мы приехали днем мы будем ловить корюшку и вечером будем ловить на лима с нами сегодня едет юрий петрович всем привет мы снова на рыбалке также попозже к нам подъедет олег викторович но сначала я юрия петровича завезу оставлю и потом поеду за олегом викторовичем потому что техника она все-таки хорошая большая но трех человек плюс весь груз и все-таки не утащить по по пухляку снега у нас нападал как видите зима настоящая техника должна завестись у нас легко техника нас не подводит слава богу будем надеяться что и рыба нас не подведет сегодня все едем все погодка стоит прекрасная ветра слава богу нет угрозов на даку 20 как я уже и говорил конечно прохладненько вот привезли юрия петровича сюда на место рыбалки просверлили луночки несколько штучек для рыбалки поедут олег викторович у меня уже солдатской губе ловит корюшку сейчас поеду за ним еще минут сорок на мотобуксировщики и встречу олега викторовича а юрий петрович пока здесь начнет ловить корюшку попробует на налима поставить парочку удочек приедем посмотрим как у вас налимов надергана с корюшкой вот у нас олег виктор и здесь сидит уже ловит не правда недолго минут на 30 лоит раз спросим что у него и как дела что у тебя лето ролик викторович маленького налимчик 1 маленькая так чувствую что на этом и все потому что ну да грамм 300 наверно не больше что-то даже тишина корешки нет ничего нет ничего не плюет поэтому как бы я так думаю что у нас может быть и живца то сегодня не будет но все это уже как говорится месяц на рыбалке не был уже рыбину поймал все таки сейчас надо сейчас позвоним юрий петрович узнаем как там у него дела с корюшкой если тоже также то будем здесь искать корюшку ну а здесь искать не ну может дальше проедем просверлимся ну да да они тоже недавно пришли что мы ехали никого не были не было так ну ладно давайте будем думать позвоним юрий петрович соберемся да поедем рыбу искать как-то по рыбе у нас грустно сидим вот пытаемся корюшку половить нихрена на не клюет ерши тоже не клюют юрий петровичу звонил он тоже горит корюшка не клюет даже не знаю что делать а мы наживки то не поймать мужикам подъехали тоже горят грустно что-то прям вообще даже корюшку собака не клюет червит рач как у вас тут вообще никак даже не в не было ни одной поклевки вот это грустно то ли от ветра то ли это самое это нас тоже тут ноль грустно грустно очень какое солнышко красивая ладно будем дальше что-нибудь придумаем сейчас кофейку чеку попьем и будем думать сели пить кофе у олега викторовича все-таки начались какие-то корюшинные поклевочки юрий петрович не было уже две поклевки были но ни не реализовали посидим подождем может расклюется чуть-чуть хоть нет точно нет рыбу у нас стало поклевать чуть-чуть клюют здоровые ерши несколько штучек мы поймали а суд юрий петрович пытается реализовать сходу долбит 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 и все вот такой маленький ершик долбит на опарыши маленькую плесенку да они тут на все клюют ерши ладно хоть флажки выставим кто радует вот олег говорит ерша тут огромного поймал какой ну да суши да грамм сто наверное здоровые ерши да надо флажки быстренько досверлить пока живые выставлять ну вот время уже без 24 выставились мы немножко по флажочкам штучек 8 поставили ну да 8 8 ершиков 8 флажочков пока всего олег викторович говорит еще ершик поэтому сейчас доставимся по ершам ну и после этого будем ждать выхода налим у нас чуть-чуть корюшки осталось еще с прошлого раза может быть попытаемся половить на корюшку крайне случай порежем олега викторовича налима что он поймал попробуем на него если клевать будут хотя может и не будут больше ну какой ерш у тебя здоровый хорошие ерши ну хоть не скучно сидеть будет какие-то флажки будут стоять да просто клюет уже как-то веселее то блин какой-то налимчик шевелил что-то два раза пошевелил и все да попробуй потряси постучи может разыграешь льер может грамм 200 такой слушай не знаю здесь у меня крупные куски стоят они налимчик 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 гаденок поиграет а брать не берет радует какая-то поклевочка сейчас клюнет чем ждать я не буду тебя пойду я выставляться ты мне это свистни как поймаешь мы все-таки очень хотим посмотреть на этого налима но не хвостаньте швите вот олега викторовича 1 по 1 налим 2 сегодня до мелковать давай его за борт ну начало положено и гулять вот олег викторович разрывился все таки не знаю видно будет но юрий петрович поймал первую корюшку все снег пошел слава богу на наживку что-то будет если что-то вообще клевать будет уже радует на улице снегопад начинается не знаю будем половим посмотрим время еще пол пятого время еще позволяет ла еще часов 12 впереди ловли и надеюсь что налимчик подойдет вот олег викторович у нас обрыбился опять до третий у тебя но мелковатый мелковатый на лице что мог я не знаю ладно будем ждать темнеет не знаю как уже видно будет наверно плохо очень но скоро фонарики включим все давай отпускай его как гуляет правильно живи родной расти большой и 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 вот так у нас продолжается рыбалочка олег викторович сидит уже несколько часов и поклевки не видел чуть не заснул скучно да попробовал я камеру подвода по опускать с фонарем одни ерши в округе стоят ни одного налима я так и не увидел к сожалению видно еще они все еще на нерест или куда то ушли наверное это крайняя поездка моя на козера все таки в этом году но я ребят не может что-то олега виктор все таки щелнула посидим еще сейчас время где-то по восьмого часика до 10 до 11 посидим посмотрим будет будет не будет значит поедем вечером домой хотя бы часа в три в четыре приехать ну мы и ехали с таким настроем что в принципе все было понятно приблизительно просто не хотелось терять хоть какие-то выходные потому что в интернете посмотрели кто как отписывается вроде как бы у всех приблизительно такой результат в апатиты на корешку ехать не хочется далековато вот ради корешки ехать туда то есть я не считаю нужным а так помочить удочки можно и здесь какая разница рыбачим дали если это можно назвать рыбалкой баловство ну ладно все не дома сидеть выходной я дождался поклевочки и все давай давай шевельнет разочек и все первая моя поклевка за сегодня грустно как то маленький очень давай 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 о ну ты елка лыны бабая собака ушел гад обидно обидно вот юрий петрович все таки поймал налимчика для нас сегодня это нормальный налим Да, сегодня это налим нормальный. Пусть полкило есть, наверное. Ну, грамм 600, наверное, не больше. Ну, ладно, ничего, хоть что-то, чем вообще ничего. Но грустновато. Да, раньше мы таких отпускали. Да, это точно. Сегодня можно хоть на уху взять. Ну, да, такой. Тощенькие какие-то они, видать, отнерестились. Раньше потолще были. Ну, вот, привез я Олега Викторовича уже к машинам. 7 километров проехал. Сейчас еще разок за Юрием Петровичем съезжу. Посидим, посмотрим, ловится или не ловится. И поедем мы уже, наверное, домой. В общем, еще мне прицелить 15 километров пути. Ну, Олег Викторович, ты как с сегодняшней рыбалкой? Конечно, наверное, недоволен. Не, ну, в принципе, мы когда ехали изначально, уже понимали результат, какой будет. На что-то особенное мы не рассчитывали. Ну, просто был выходной, как бы, все равно его надо как-то использовать. Поэтому посидели, отдохнули. Так как, я считаю, нормально. Так что, будем ждать теперь следующих 23 февраля. Может, 8 марта. Так что, давайте, всем удачи. Пока. Ну, а я поехал дальше рыбачить. Все, давай. Так, ну вот, я доехал. Сейчас спросим, что у Юрия Петровича. Ну, мне уже видно, что неплохо. Отлично. Как-то так. Ну, да. Пяточек, да? Ну, да. Значит, выход был, да, все-таки? Да, ну, там где-то в течение минут 40 был клев, и все, там все. А ничего путнего не было? Нет. Понятно. Это все то, что выдачил. Ясно. За это время, вот, сколько поклевок, столько и рыбит. Ясно. Ну, я еще флажки сейчас пройду, посмотрю. Интересно, что у нас там. Может, кто-то, какой-то флажок сработал. Ну, я предлагаю посмотреть флажки. К дому, да, наверное? Да, будем собираться, наверное. Хорошо. Ладно. Да, что клевого больше. Пока не предвидится, да? Ну, хорошо, не клюет. Хорошо, ладно. Сейчас посмотрим флажочки, что у нас будет. Ну, вот у нас первый флажочек. Сработочку. Ну, давайте, Юрий Петрович, еще у нас посмотрим. Что-то мне кажется, что, наверное, не крупный какой-то, да? Посмотрим. Да. Небольшой. Ну, хоть какой-то. Да. Совсем даже небольшой. Зато ерша заглотил большого. Ладно, сейчас попытаемся его спасти, вытащить. Я думаю, получится. Крючок небольшой. Да. Все, получил. Беги, родной, живи. Давай-давай. Я надеюсь, выживешь. Ну, червячок, давай. Давай, пока. Все, пока-пока. Вот еще одна сработка у нас. Ну, Юрий Петрович, давай. Тут, наверное, трешечка. Да. Тут, все, замерзший. Разбивайте. Все, я не могу. Какое впечатление, такое же самое. Да? Ага. Блин, ты, шишень. Чуть побольше, но... Ну, не намного, да? Да. Ну, я так чувствую, что это уже не спасем. Да. У меня единственная корюшка здесь стояла. Ну, крючок здесь здоровый был. Посмотрим, что. Размотал много. Где-то легко. Ну, размотал много. Метров, наверное, 5-7. Глубина-то 3 метра 4. Ну, да. Здесь около 4. Сколько уже, тащим-тащим. Ну, да. Ну, не такой, но... Червячок. Ну, да, это вот уже не спасем. Заглотил глубоко. Ну, ладно, хоть что-то. Ну, вот и закончилась сегодняшняя наша рыбалочка. Ну, что хочется сказать по рыбалке? Конечно, рыбалкой мы остались все довольны, но недовольны рыбой. Рыбы было мало, практически не клевала, ни наживка, ни сами налимы. Ну, Юрий Петрович все-таки у нас сегодня отловился, в отличие от нас с Олегом. Олег 3 поймал или 4 налимчика. Я вообще сегодня ни одного не поймал. Один был, правда, налимчик. Может, грамм 700 такой тянулся, но так и не вытащил. Ну, вот, а Юрий Петрович сегодня, да, показал им Кузькину мать. Налимы появились, но постоянного жора у них нету. Видно, вот такие. Один выход только сегодня был. Время сейчас где-то около часа ночи. Все, приехали, мы уже загрузились и едем домой. Ну, все, всем счастливо! Всем пока!